Милые дамы и уважаемые господа! Ужас, как у нас матом ругаются! Такое впечатление, что как ребенок первое слово произнес, так им одним всю жизнь не пользуется. Самое ужасное большинство ругается без причин. Ладно, человек идет по улице и упал вдруг, ни с того ни с сего. Конечно, выругался, его простить нельзя, но понять можно. Или, господа, идет по улице женщина, молодая, юная, свежая, как утро, шляпка на ней тоже новая, и тут ветер, и сдул шляпку. Конечно, кто рядом уже посочувствует, скажет, ну, сука, ветер какой! Или, господа, когда погода резко меняется, вышел из дома солнце, отошел три шага, дождь. Или еще хуже, день солнечный, а ты с зонтом как дурак. Извините, ради бога. Был случай, глухонемой, вышел с зонтом, и тут солнце из-за туч. Он заговорил, сказал, ну, сука, погода какая! Старушки интеллигентны утром, в магазин бегом-бегом, кто быстрее посмотреть, сколько сегодня кефир за вчерашнее число. Они надеются, что за ночь сильно подешевела. Когда они видят, сколько, они начинают шевелить губами. И если не дышать и встать поближе к ним, то со всех сторон ни хера себе! Меня, господа, возмущает, когда ничего не происходит. Просто человек стоит на улице и вдруг во все горло матом. Зачем? Ты что, один здесь? Кто тебе дал право? Где твоя совесть? Бывает, человека врасплох застанут. Он стоит, задумался о своем, о сокровенном. Может, даже о жене, что она его в дом пустит. Человек мечтает, стоит. Вдруг ему, скажите, пожалуйста, сколько времени? Конечно, он сразу, кто в жопу времени? Без пятнадцати семь. Или Ельцин, когда сказал, ухожу, как со всех сторон сразу. Уй-ё! Ну, сука, Ельцин! На радостях. Причина была. А когда без причины, я вам, милые дамы и уважаемые господа, больше скажу. Еду я тут в транспорте. Вдруг слышу, мужчина один говорит на весь автобус. Я тебе сейчас, сволочь, устрою. Ты у меня ни в Красную Армию, никуда. Полчаса так, уже кто-то стал возмущаться. Потом смотрим, он спит. То есть у нас многие уже во сне стали матом ругаться. До чего дошло? Бывает, красиво ругаются. Бог талант дал. Это искусство. Встреча с прекрасным. Сразу у всех уши торчком, чтобы не пропустить ни слова. Тот, кроме спасибо, ничего не скажешь. Слушал и слушал бы всю жизнь. О, такое выведет. Соловей! И то у Соловей только весной, а тут круглый год. Одним словом, милые дамы и уважаемые господа, надо нам кончать с матом. Уже мы отравились им. Девушки такое лепят, а им детей рожают. Но нам надо всем вместе. А то я смотрю, Бенц, я один здесь бьюсь, а вы вашу мать как-то с прохладцей. А надо Бенц, чтобы и интеллигенция, ее мать, и пролетариат, его гегемона, мать, и правительство, трижды их отца и мать. То есть, как бы Бенц сказать всем обществом. Бенц...